Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Друзья, мой контракт на круизном лайнере MSC Magnifico закончился. И я уже прилетел домой. Но за неделю до окончания мне предложили работу на круизном лайнере еще большего размера, чем MSC Magnifico. И он будет ходить в Штатах и Карибах. Соответственно, мне нужна американская виза. Чем я и занимался всю эту неделю в Киеве. Я ездил в посольство, в американское посольство открывать визу. В Киеве меня встретил мой друг Славик. Он цирковой артист. Тоже работает в театре на круизных лайнерах. Там мы и познакомились. Вот ты и попался. Здорово. Здорово. Привет, привет, привет всем. Сейчас будем дрифтить цигарянам. Я не знаю. Лучан, иди сюда. Тут дурачок. Пугаешь людей. Иди ко мне. Давай, иди сюда. Спасибо. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Как ребенок А сейчас немного о том, как проходил процесс моего собеседования в американском посольстве Сначала я заполнил анкету, которая есть на сайте американского посольства в Украине После этого вам присылают документ, называется он DS-160 С подтверждением на собеседование Назначают вам дату и время Сейчас 9 часов утра, мы возле американского посольства Через полчаса у меня собеседование В общем, надеюсь, визу откроют Когда я подошел к посольству, ко мне обратился охранник Он спросил время моего собеседования и подтверждающий документ DS-160 А также охранник предупредил о том, что любые гаджеты, такие как мобильный телефон, смарт-вотч, наручные часы, электронные Нельзя проносить в посольство Камер хранения у них нет На такой случай напротив посольства есть таксисты, которые зарабатывают таким образом деньги За 150 гривен вы можете оставить у них вещи Я прошел охранный пост и после этого я направился в регистратуру В регистратуре у меня попросили весь мой пакет документов Первое – это документ, подтверждающий мое собеседование DS-160 Затем загранпаспорт Если вы моряк, у вас могут спросить морской паспорт Третье – это письмо от работодателя С указанием периода въезда и выезда из Штатов И четвертое – это подписанный контракт с работодателем После этого мне выдали номерок и в порядке очереди я ожидал снова проверку документов И снятие отпечатков пальцев Затем снова в порядке очереди я ожидал своего собеседования Мое собеседование длилось не более пяти минут Я общался с офицером, она американка Общение было на английском языке Она снова сняла отпечатки пальцев И задавала вопросы по работе Если ваши ответы не будут соответствовать опроснику, анкете, которую вы заполнили онлайн То визу могут не открыть Могут спросить – вы будете работать в Штатах? На что в моем случае я должен ответить – нет Я буду работать на круизном лайнере, который будет находиться в Штатах О вашей жене, где она находится и так далее Откуда она? В моем случае было именно так Честно говоря, мой диалог с офицером был очень приятен Мне понравился Так, 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 ну что, виза есть Подтвердили мне выдачу визы Подтвердили мне визу В общем, паспорт получу в течение двух недель Скорее всего, вот так вот Все, Майами тварино Ждите в Майами, во Флориде Да И уже через день после посольства Я получил свой паспорт обратно в своем городе С открытой визой на 10 лет И да, самое главное, что я забыл сказать После того, как вы заполняете анкету Вы оплачиваете визу Она стоит 160 долларов И также за доставку паспорта в свой город Я заплатил 250 гривен Пойдем? Пойдем Ага А кто-то упал Давай, давай Давай, давай Давай, давай Субтитры добавил DimaTorzok Я не могу пройти мимо турников просто так, всегда позанимаюсь. В общем, друзья, таким было мое путешествие в Киев. Оно было положительным, мне открыли визу, я погостил у своего друга. Штаты ждут. Подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее. Пока!